Веселье длилось недолго. В Бавруйске задержан нетрезвый угонщик. Он решил прокатиться по своим личным делам. Куда двигался автовор? Без труда на Березине прошли соревнования фидеристов. Впервые в жизни решилась. Сколько рыбы попалось на крючок? А также рост зарплат, заготовка кормов и экодвижения. Количество электромобилей в Беларуси приближается к 15 тысячам, чем привлекает зеленый транспорт. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Качественное образование – сильное государство. Александр Лукашенко принял участие в Республиканском педсовете. Во главе угла ключевые вопросы страны – образование, наука, технологии, воспитание и патриотизм. О состоянии и перспективах развития доложил глава ведомства. По дворце республики среди участников масштабного события – 2500 человек со всей страны. Главы органов госуправления, руководители республиканских общественных объединений, а также парламентарии и представители общественности. 50% может больше моей работы – это учительство. Я должен видеть, анализировать и учить всю страну. Показывать – вот это надо, вот это, вот это. А иногда у нас, как я правительству упрекал, поставишь задачу, проконтролируешь. Не сделано – потом идешь сам делаешь. И следом за тобой кто-то идет. В хорошем случае. Поэтому мы с вами в одной лодке, и деваться нам некуда. Темнить, врать или приукрашивать ситуацию не надо. Не надо. Ситуация вокруг очень сложная. Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. Никогда. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать? Надо думать всем. И быть готовым к этому. И все начинается с нас, с учителей. Цифры на стол. Только за последние три года на развитие направлено почти 30 миллиардов рублей. Построено и капитально отремонтировано 73 учреждения образования. 9 в планах до конца года. Свыше 200 медалей завоевано школьниками на международных олимпиадах. С 2022 в обители знаний поставлено около 700 автобусов. В вузах страны обучается 30 тысяч человек из 100 стран. Поездка до магазина. Бобруйские правоохранители задержали нетрезвого угонщика. Двигаясь по улице Ульяновской, сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль ИВЕКО. При остановке авто выяснилось, за рулем находился 40-летний бобруйчанин не в трезвом состоянии. Медицинское освидетельствование показало 1,67 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Права на управление мужчина не имел. Задержанный пояснил, что он является работником станции технического обслуживания. Зная, где находятся ключи от автомобиля начальника, он решил прокатиться по своим личным делам. Сотрудники ГАИ о данном происшествии незамедлительно сообщили владельцу транспортного средства, выяснив, что данный автомобиль угнан. Угонщик задержан. В его отношении следователями возбуждено уголовное дело. Система прослеживания, новая форма и плюс в кошелек. Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси за июль – 2355 рублей. Кто получает больше? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Хозяйство Беларуси приступили к заготовке кормовой базы для крупного рогатого скота. Аграрьи убирают кукурузу на силос, урожай хороший. Важно не упустить момент и собрать главный ингредиент до начала дождей, пока зерна твердые и спелые. Затем зеленую массу измельчат и отправят на консервацию. Также продолжается работа по сбору овощей. В закромах уже более 15 тысяч тонн картофеля. Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси за июль – 2355 рублей. Традиционно самый высокий показатель в столице. Больше всего получали работники сферы информации и связи, финансов и страхования. А также профессиональная научная и техническая деятельность строительного комплекса промышленности. Количество электромобилей в Беларуси приближается к 15 тысячам. За прошлый год темп роста превысил 200%. Отмечается также развитие электрозаправок по всей стране благодаря стимулирующим тарифам. Кроме того, реализуются проекты по переводу на экодвигатели общественного транспорта. В Минэнерго прогнозируют, к 2030-му показатель зеленых машин на белорусском рынке может достигнуть 300 тысяч. В Беларуси заработает система прослеживаемости товаров. В связи с этим ряд видов бизнеса должен перейти на электронные накладные с 1 декабря. В цифровых документах будет указываться количество цена и другие сведения. Некоторым компаниям нужно подать в налоговые органы информацию про остатки определенной продукции. Например, молочки, бокалей, шоколада, обуви, стиральных и посудомоечных машин. Новая форменная одежда утверждена для белорусских суворовцев. Документ принят для сохранения и развития исторических традиций Минобороны, повышения заинтересованности несовершеннолетних в обучении в учреждениях образования Министерства обороны и службе в вооруженных силах других воинских формированиях. Первый раз в первый класс. В Минздраве объяснили, кому нужны справки о состоянии здоровья к началу учебного года. Документ делается раз в год по возрасту, ко дню рождения. Также важный нюанс. При оформлении справки о состоянии здоровья, при поступлении в учреждениях дошкольного и общего среднего образования учитываются результаты диспансеризации текущего года. Дополнительное прохождение медосмотра не требуется. Диспансеризация детского населения проводится в территориальных учреждениях здравоохранения. В первом сентябрю должны принести справки только дети, которые поступают в первый класс. Для более комфортного прохождения диспансеризации после проведения мониторинга очередей к специалистам Министерство здравоохранения приняло ряд дополнительных мер. Организовано перераспределение потоков пациентов для оформления справок о состоянии здоровья. Задействованы для осмотров детского населения доктора общей практики, привлечены врачи узких направлений. Ловись рыбка! Выходные на Березине прошли соревнования федеристов. Среди участников только любители. В течение шести часов рыбаки определяли, кто поймает больше остальных. В отличие от прошлых соревнований, в этот раз состязание проходило не в тандеме, а по одиночке. Особенности то, что здесь мог попасть любой желающий, потому что попасть на какой-либо турнир определенный, получается, что не у всех получается, кто-то стесняется, там спортсменов много, там записаться тяжело. А здесь мы формат сделали легкий, то есть приходили люди в магазин, я их записывал и все, и сюда на турнир. Впервые в жизни решилась, уговорили, давай. Поэтому для меня это сегодня мой дебют, можно сказать, впервые в жизни. Соревнуюсь с ребятами, спортсменами, чемпионами. Даже если проиграть, им не стыдно. Итоговое взвешивание показало. Победитель смог выловить почти 45 килограмм рыбы. Вместе с тем, самая большая – более 4 кило. К слову, во время спортивной борьбы улов выпускается обратно. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok